Из личного. Вот вы знаете, зашел сегодня в аптеку, я с детства маюсь с желудком, папа с дедом по наследству передали, спасаюсь в основном алмагелем, обалдела цены 320 рублей вот за такую бутылочку, для понимания, в феврале она стоила 180, за месяц подорожала почти в два раза, а нам по телевизору говорят, будто цены выросли несущественно, на какие-то 5-7 процентов, ну вы считать умеете, ну вот и считайте. Было 180, стало 320, сколько у вас получилось? Ближе к 5 или ближе к 7 процентам, но и это еще не все. А дело в том, что данный препарат импортный, его производят в Болгарии, за бугром, к слову, вообще большинство лекарств делается, представленных в российских аптеках, так вот очень может так статься, что в обозримом будущем того алмагеля не станет. Как и аналогов, между прочим, прикольно. И что мне в таком случае нужно будет предпринимать? А кроме меня миллионам наших соотечественников, что точно так же. Мучаются с желудочными заболеваниями, гастрит и язва, диафрагмальная грыжа, их целый набор. А эта болячка, я вам доложу, не лечится от слова вообще, она хроническая, то есть пожизненная. Задавить можно лишь на какое-то время, потом острая фаза повторяется, а знаете ли вы, что это за прекрасное ощущение, да на стену охота лезть во время приступов. Из глаз слезы текут, орешь от боли и бессилия, ничего не можешь сделать еще раз, спасаешься вот этим алмагелем, а когда его не будет. И я сейчас про единичную хворь вам поведал, конкретный пример рассказал, хронических заболеваний у людей выше крыши, астмотажа, сахарный диабет и 80% препаратов у нас привозны. Но мы ж на бумаге импорта замечались всю жизнь в отчетах. Вот и подумайте, какая распрекрасная житуха для многих может наступить уже очень скоро. Погнали! А пока мы с вами поливали друг друга грязью в соцсетях, выясняя, кто больший патриот, те, кто за спецоперацию или те, кто против. Из России сбежал Анатолий Чубайс, дорогие ура патриоты, пока не визжите от радости, дослушайте до конца. Чтобы понять всю прелесть этой новости, нужно просто осознать и переварить, на какой позиции Анатолий Борисович в последнее время трудился готовый. Специальный представитель президента России по устойчивому развитию. Не знаю, как вас. А меня это обстоятельство натолкнуло только на одну мысль, печальную, кстати, мысль. Хана устойчивому развитию нашей страны. Если даже Чубайс, который за он и отвечал, забежал, значит никакого развития не предвидится. Причем этот рыжий ведь тот еще приспособленец, при любой власти к кормушке пристраивался. А тут на лыжи встал, явно мужик что-то знает. Хотя куда ему до старуха на лавочках и профессоров около всяческих наук. Куйми кишат улицы российских городов. В телевизоре же сказали, не переживайте, прорвемся. Я думаю, что конфликт более-менее сойдет на нет. Ну, по крайней мере, надеюсь на это. Ну, надеюсь, что все станет лучше. Ну, я думаю, все будет хорошо. И мы сами там как-то все разработаем новое что-то. Все-таки замена какая-то будет, альтернатива. Да, обычные люди, они не сильно у них что-то поменяется. Если не начнутся разборки там верхушек, то так же будет. Потихонечку будем существовать в каждом своем режиме. Кстати, о телевизоре. На днях на публике появилась экс-ведущая, экс-журналист первого канала Агалакова. Помним, да, что на прошлой неделе она громко с помпой уволилась. И вот, наконец, женщина дала большое интервью иностранным журналистам в Париже, рассказав о причинах своего вот этого вот решения. Не думаю, что вы удивитесь, там все то же самое, что и в истории с Овсяниковой. Мне надоело работать на пропагандистов, я устала врать огромной стране. Понятно, что там присутствуют дежурные для любого перебежчика нотки. Не виноватая я. Меня заставили, я очень каюсь, мне очень стыдно и прочее бла-бла-бла. Но суть, тем не менее. Главное, что вы для себя должны из этого подчеркнуть, они все говорят об одном и том же. О том, что обманывали своих зрителей, своих соотечественников. И вот в этом месте лично я им верю. И мы дошли до того, что в телевизоре, в новостях, мы видим историю только одного человека. Или группу людей, которые его окружают. Мы видим только власть. В наших новостях нет страны. В наших новостях нет России. Кстати, не удивлюсь, что в ближайшие дни мы с вами станем свидетелями еще более громких заявлений от гораздо более статусных людей, чем Агалакова или Овсяникова. Да, я все про того же Анатолия Чубайса, которому явно есть, что рассказать миру и которого, насколько мне известно, уже пытаются атаковать иностранные коллеги. А Чубайс, я вам доложу, это даже не опальный банкир Пугачев. Данная фигура покруче будет и информацией он обладает посерьезнее. Ну а то, что забугорные спецслужбы на такое интервью рыжего раскрутят, да к гадалке не ходи. В обмен на свободу, в том числе финансовую, в обмен на комфорт, в обмен на непреследование приспособленцы вроде Чубайсов готовы маму родную вложить не то что бывшего патрона. Это реальная журналистика мы строили, строили и, наконец, приплыли. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Кстати, еще об одной такой приспособленке хочу вам рассказать. Зовут Мария Бутина, ныне депутат Госдумы. Я тут обалдел от того, как эта мадам, пользуясь всеобщей неразберихой, всеобщей бедой даже, начала приторговывать, по крайней мере у меня есть основания так думать, своим депутатским статусом. Хотя тут правильнее будет, наверное, даже сказать, не приторговывать, а барыжить, но обо всем по порядку. Вы же видели уже вот эти вот ее видеоролики, которые периодически появляются в соцсетях. В них Бутина рекламируют какие-то сомнительные товары под предлогом, вот, граждане, посмотрите на импортозамещение в действии, то какой-то непонятный смартфон пиарила, подозреваю, китайский, выдавая эту железку за отечественную разработку. Сейчас вот на типа вытяжки для коровников переключилось. Внимание на экран. Мы с вами находимся возле, ну, здания компании «Приор Плюс». Компания находится в городе Малыш, Кировской области. И вот перед нами с вами две вот такие замечательные вещи. Это вытяжки, которые делаются специально для тех помещений, где содержится крупный рогатый сход. Они полностью импортозамещены. Значит, раньше это были канадские вытяжки, а теперь наши отечественные сделаны из пластика, который привозят из Тольятти. Ну, теперь немножко грустно. Вот это вот небольшое помещение используется для сегодня того, чтобы эти вытяжки непосредственно делать из пластика. Конечно, хотелось бы, чтобы помещения было больше, но надеюсь, что родное государство поможет. Вот шоу истину, кому война, кому мать родна, ну да мы отвлеклись. Почему лично я ставлю под сомнение всю эту сказку об очередном прорыве в импортозамещении? Ну, сами-то посмотрите, глаза-то откройте. Что вы, не знаете, как презентуются такие вот проекты особенно? Если они действительно являются стратегически важными, здесь как минимум должно быть энное количество камер, фотографов, какие-нибудь статусные люди, типа губернаторов, мэров, общественники. Переиздает целая лента. Нас ведут в производственный цех, интервью с директором завода, с какими-нибудь рабочими. Затем камера ведет зрителя на склад готовой продукции. А вот и первые ласточки начались первые отгрузки. Так или нет? А что мы видим в данном конкретном случае? Какое-то дешевое, снятое на коленке телефоном Г. Бутина в чистом поле. Вокруг что-то валяется. Вагончик какой-то. Да, ангар какой-то непонятный. Вот, говорит автор, ИП Пупкин импортозамещением занимается. Поможем ему из госбюджета. Че? Как неинтересно. Пошутила, что ли? Сказала бы, я тут корочкой депутатской торганул, и мне местный спикуль Лавандоса отстегнул. Но печально другое, она ведь это на поток поставила. Первый видос. Я и Ая. Опять проверим, как это работает. Здесь, здесь, здесь камера. По-моему, отлично. Все замечательно. А вы говорили, что у Аи камера не работает. Слушайте, вот если моя версия верна, представляете, до какой степени обесценился мандат депутата Госдумы, ими уже барыжа. Ради копеечной рекламы. Хотя, чего я удивляюсь. Для Бутина этот мандат особой ценности не представляет. Она же как его получила? Кто забыл, я напомню. Кто не знал, рассказываю. Не в конкурентной борьбе отнюдь. И даже не посредством подтасовок. Этот мандат изначально принадлежал губернатору Кировской области Васильеву. На выборах в сентябре 21-го. Единая Россия взяла в регионе одно единственное место в Нижней палате парламента, но не в этом дело. Народ еще раз проголосовал за Васильева. Ни про какую Бутину там слыхом не слыхивали. Новый испеченный депутат распорядился корочкой по своему усмотрению. Решил остаться работать губернатором, а депутатский мандат подарил вот этой вот женщине. Времена, о нравы. Раньше телкам тачки, шмотки, побрякушки дарили, сейчас вот депутатство. Представляете? Поэтому, повторюсь, мандат для нее особой ценности не представляет. Посему, скорее всего, она к нему относится как к очередным серьгам от очередного ухажера. И на избирателей ей тоже побо. Кои-то не ее избиратели. Доход она получала в виде вознаграждения от фирмы, которой владеет гражданин США Патрик Бирн. А вообще, кто такой Патрик Бирн? Ну, Патрик Бирн – это сожитель Марии Бутины, когда она находилась в Соединенных Штатах Америки. Ну, она, правда, параллельно еще там жила с одним американским товарищем. Ну, ребята богатые, но, правда, облезлые. И я не понимаю возмущения коммунистов. Это что, по-вашему, америкосы должны бесплатно пользоваться русской красотой и молодостью? Ну, это так, чтобы вы могли немного отвлечь и дорисовать для себя портрет депутата Бутина. Возвращаясь же к нашим баранам, вот к этой непонятной истории с рекламой хрен знает чего. Еще раз. Курочка депутата дает дамочке определенный статус, который при грамотном подходе можно монетизировать. Чем, похоже, Мария и решила заняться? Понятно, что свечку я не держал, я всего лишь предполагаю. Но, в связи с чем просто хотел бы обратиться к другим депутатам, к другим членам партии Единая Россия, ребят, вам самим не противно, не омерзительно, что кто-то может барыжить депутатским статусом за мелкий прайс. Вы совсем себя не уважаете, хотя она завтра начнет водку паленую рекламировать. Онлайн-казино, сетевой маркетинг или финансовые пирамиды. Правда, в любом случае откроется рано или поздно, не отмоетесь ведь. Причем все вместе, впрочем, это уже совсем другая история. Поговорим об этом в следующих выпусках. Все, это была реальная журналистика сегодня, вот так. Каждый раз, даже не знаю, прощаемся насовсем или еще увидимся. Но, чтобы не насовсем, настоятельно рекомендую установить и VPN. Это поможет избежать многих проблем, с которыми мы, возможно, столкнемся уже в обозримом будущем при выходе во всемирную сеть. Потратьте 10 минут, может быть, даже какие-то деньги, но лишним точно не будет. В соцсетях тоже жду, ссылку на наш телеграм, например, оставлю в описании и в закрепленном комментарии тоже. Может пригодиться за сим, спешу откланяться, пока. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok